Всё, начинаем. Четвёртая серия. Сразу вы уже догадались по названию. Сегодня у нас квалификация чемпионата Европы. Вот. И мы, как оказалось, находимся аж на четвёртом месте. Вот. По предыдущим трём сериям я победил. Раз. Проиграл. Два. В ничью сыграл. Три. И всё это на сложности мастер. Всего лишь пять минут играть. Вот мы сейчас посмотрим данные противника. Это Израиль. И я думаю, что надо его... Ну как, в прошлой части мы его вздручили. Будем играть в красной нашей стандартной форме. Белая мне не очень нравится. Что-то же надо сказать по составу. У нас, скажем так... Спортивная недостаточность у Измайлова и Аршавина. То есть они мои, так скажем, вингеры. Но у нас есть замена. Во-первых, Павличенко вот сюда. Да. И можно поставить Сычёва. Мы его ещё ни разу не пробовали. Я думаю, он справится с своей задачей. Это раз. Потом Симака. Можно поставить место... Я не знаю. Давайте вместо Берелядинова. Мне вообще, в принципе, без разницы. Ну и Алдонина мы поставим на место... Да, вот сюда. Спокойно. Вот. Ещё проблема в том, что нужно поменять вот так вот. Оп. Всё. У нас состав просто более-менее нормальный. Поэтому мы можем это всё дело начинать. Поехали. Фух. Естественно, наша задача тут победа. Вот. И желательно бы, чтобы Франция выиграла испанцев. Вот. Я думаю, вам слышно, как комментируют всё это дело. Уже разве первое нарушение? Уже на третьей минуте. Я не знаю, как это коментить. Пока что ничего интересного не происходит. Вот я тут скосячил немножко. Вот. Ну, по крайней мере, не лагает. Ага. Ещё благало при такой... при таком разрешении. Ха-ха-ха. Вот. В пять защитников играет Израиль. Очень интересно это всё, конечно, наблюдать. Так. О. О. Окей. За шиворот так. Потом сюда. А мы вот сюда уйдём. А-а-а. Оттолкнул нас Абертмайн. Абертмайн какой-то. Вот. Против еврейчиков всего ничего не имеется против. Просто так прикалываюсь. Вот. Щеников. Мы можем отдать сюда. Потом отдать обратно. Потом он забегает. Потом за шиворот. Это, кстати, Симак. Я его первый раз выпустил. Тот самый, который сейчас Зенит тренирует. Вот. Я хотел отдать пас, но не успел. Кстати. Неплохая у него скорость. Вот. Мы можем отдать сейчас. Ой. Далеко. Далеко. На... Наверное, до космической станции допнуло. Слишком высоко. Слишком самонадеянно это всё было. Надо аккуратно играть. И желательно спокойно. Хорошая у него, оказывается, скорость. Вот мы... Да. По второму кругу. Не до конца. Ну, это, конечно, уже по причинку твой косяк. Или мой косяк. Надо было подождать немножко. Или сразу бить. Не знаю. Но уже, по крайней мере, нам Израиль даёт играть на своей территории. И особо не сопротивляется. Главное, нам сейчас не слошарить. Вот. Так. Всё. Можно дальше. Какой-то у вас отблеск странный синий на экране. Вот у меня всё нормально. Овсай, кстати. Вот. Отсюда забегай. Окей. Спокойно. Вот нельзя такие ситуации допускать. Вот вообще нельзя. Нежелательно. Вообще. Ещё раз. Ещё раз. Просто гениальная игра. Защитника. Но почему-то он получает yellow card. О. Игра-то была в мяч. Ну, тут, конечно, у Израиля вряд ли начнётся какой-нибудь там штрафно-битчик хороший. Вот. Мы сейчас попробуем сосредоточить её. Сосредоточиться на... Ой. Хорошо. Хорошо. Окей. 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 Пас отдай. И... Как? Вот ещё раз. Пас. Вот я отдаю. Вот я бью. Вот я второй раз бью. А второй раз это штанга или... Второй раз вообще... Да. Обидно. Обидно, но... Это же Израиль. Поэтому у нас, я думаю, ещё будут моменты из майлов. Давай. По стандарту. В центр. Съел. Но ничего страшного. Ничего страшного. Удары полное говно у Симака, но скорость более-менее. Или он, может, себя не очень хорошо ощущает на этой позиции. Я не знаю. Нормально. Пацаны сыграли. Сейчас посмотрим, что у нас с игроками. Всё нормально. Живые. Вот. Но... Нужно кое-что сделать. Сменить позицию Сычёва, потому что он же нападающий. Как бы, а на секонд страйкере зачем ему там... Вот, нападающий. Всё. Немножко оттянем его сюда. А Павльченко мы вообще вот туда его отправим. Пусть он там охраняет. И, может быть, всё-таки хотя бы с полуметра-то забьёт. Вот. Поехали дальше. Вообще спокойно Израиль не атакует, не прессингует. Вообще ничего не делает. Им вообще, видимо, пофиг. Деньги и так есть. Шекели заплатили. Всё. Можно... Ой! Окей. Офсайд, да? Блин. Ну, ямае. Ну, куда ты так убежал? Убежал-то хорошо, но надо было на метр ближе ко мне это всё делать. Измайлов. Окей. Назад сохранить. Главное... Главное сохранить мяч. Для нас сейчас главное сохранить Измайлов. Окей. Не знаю, куда... Не знаю... Вот честно, не знаю, куда отдавать пас, поэтому назад иду и теряю. Собственно, мяч. Ой. В руки взял. Всё. Окей. 59-я минута. Не знаю. Надо хотя бы один забить, чтобы, ну, три очка взять. Потому что всё-таки у нас Франция и Испания. А там, ну, с ними шутки, как бы, сами знаете, плохи. Перех... Ну... Вальяжно играю. Очень вальяжно. Вообще... Так. Вот тут заявка на... Всё. Всё. Г-г. Извиняюсь за... Всё. Я... Я разозлился. В хорошем смысле. Всё. Всё. Злой. Побежали. Вперёд. Ой. Так. Пару финтов. Сюда. Сюда. Давай. О! Класс! Класс! Ничья есть. Класс. Это кто у нас? Это Смертин. Еба. 1-0. Хотел сказать 1-0, блин. Ну, я не знаю. Может быть, это и Киков. Да. Но... Это хороший удар. Я думал, он в небе... Хороший удар с разворота. Обычно с разворота удары бьют. Ну, как бы... Сами знаете, какие. А тут, ну, смотрите, он... Ну, это практически нереально. Самый низ. Сейчас нам нужно что? Они такие... Чё? Мы такие слабые забили Россию. И они нам обратно. Что нам делать? И, естественно, нам нужно что делать? Правильно стараться забить ещё больше. А вот как раз я отобрал. И всё. И всё. А дальше-то что? Штрафной, да? Блин, больно. Так. Я вот не знаю. Бить нет. Ну, давайте попробуем. Только нам нужна поддержка. Вот такая. Ну, естественно, мы будем бить, да? Как бы вы думали. У нас сегодня просто, я не знаю, вот реально серия крутых моментов. Смотрите, он такой. Опача. Опача. Ну. Поборись. Большой же. Навес. Продолжаем. Ну, вынос, да? Всё. Ну, слушайте, ну. Ну, незаслуженно у них победа, я считаю. Ну. А, не знаю. 1-1. Как-то. Что-то грустно мне стало. Потому что, ну, столько моментов. Вот. Ну, ещё ничего не закончилось, во-первых. Во-вторых. А в третьих? В четвёртых? В пятых первый на мече должен быть, вообще-то. Так. Не потерять. А, уже всё. Уже всё, уже 90 минута. Сычёв, кстати. Ну, травмировали его, гады. Я думаю, мы успеем. Заменить. Это раз. Я думаю, мы успеем что-нибудь сделать. Под конец там нам дадут немножко времени. Вот. Естественно. О-о-о. Как он прошёл-то? Так. Окружили раз. Отдал пас. В центр. В центр, в центр. Хорош. Сохранил. Хорош. И удар. Ай. Надо было, вот, смотрите, сразу. Вам. Возможно. Ну, хороший, кстати, пас. Можно было, я не знаю, назад сделать и отдать пас в центр. Или там же в касании 1-1 Россия-Израиль. Как-то, ну, неубедительно вы скажете. Ну, во-первых, времени мы экономим. Я экономлю ваше время. Так бы серия длилась бы 20 минут. Это раз. Во-вторых, ну, сами знаете, я хорошо себя показал, учитывая статистику 9 ударов. 3 в створ у них 2 удара, 1 в створ. Ну, ещё по владению 64%. Поэтому, ну, сами судите уже. С вами был РусиФП. Ставьте лайки, подписывайтесь. И мы сейчас перейдём и посмотрим, Франция победила второй раз Испанию. Или нет. Я думаю, что да. Ну, или хотя бы в ничью. Хотя бы смертен, кстати, лучший игрок у нас. Ну, конечно, такую шмару забить. Так. Сейчас посмотрим. Данная таблица программы. А, нет, не сюда. Не сюда, по-моему, сюда. Не помню. По-моему, сюда, да. Так. Вот это, конечно, неожиданно. Потому что испанцы выиграли у французов. И сейчас будут играть с Израилем. А мы будем играть с Францией. И что-то не нравится, конечно. Гулы голевые. Можно ещё вот это посмотреть. Ну, наших в рейтинге нет, к сожалению. Мы забиваем. Мы забили всего 3 мяча за эти 4 матча. Что уж говорит тут. Вот. РусиФП. Ставьте лайки, подписывайтесь. Я пойду записывать следующую часть.